Ну, я вырос в такой среде, что, ну, агрессивней не найти. Там можно и не вырасти. Все похудательные марафоны почему-то называют марафонами. Но марафон это долго, а у них месяц. Это спринт, а вот у меня марафон. Если человек не может объяснить что-то, что происходит, он говорит, генетика. Вот когда ты ответишь на этот вопрос, тогда у тебя все будет хорошо. Он написал книжку, на следующий год книжку, на следующий год книжку. И я не понимаю, зачем ты написал вторую? У тебя что, первая не помогла? Это было тогда, когда ты выпустил ролик по поводу энергии диеты. Тебе одним словом? Ну, давай. Если ты хочешь доступ к телу, вот сразу полмиллиона и все. Я вижу, что у человека лучшие результаты, чем мои. Тогда я заминаю свое эго, начинаю его слушать. У меня ничего нет. Ну, и это не обязательно. Но ты такой один. Его спрашиваешь, зачем ты хочешь похудеть? Чтобы повысить свою самооценку. Так, у нас есть толстые люди с высокой самооценкой? Есть. У нас есть элитные фитнес-модели с убитой самооценкой. Значит, вес здесь ни при чем. Всем привет. В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Ярослав Брин. Не буду расписывать звания регалия и сантиметры. Скажу кратко. Брин специализируется на жиросжигании и изменении пищевого поведения, беспощадно эксплуатируя биохимию, физиологию и прочие вызывающие уважение слова. А если серьезно, это популярный тренер, автор книги «Меняя жир на силу воли», которую прочитали уже более миллиона человек, автор популярного YouTube-канала с миллионами просмотрами и почти 400 тысячами подписчиков, автор популярного Instagram-канала. И это человек, который развенчивает мифы фитнес-индустрии и который показывает вам абсолютно новые возможности, о которых вы и не подозревали. Поехали! Ярослав, привет! 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 Только что в представлении я рассказывала, что в «ты фитнес» фитнес много что. Но давай по факту. Ты фитнес кто? Гуру, тренер, мотиватор, пинатор, достигатор, там, воодушевлятор. Кто ты? Ну, давай сразу слово «фитнес» уберем и оставим тренер. Я обычно себя называю тренером, и когда я говорю, что я тренер, люди смотрят, лысый мальчик гипертрофированный, наверное, по фитнесу. И большинство людей меня находят именно с целью преобразиться. Но на самом деле я занимаюсь тем, что я помогаю людям самореализоваться. То есть большинство людей же самоутверждаются, но не находят себя в этой жизни. Я им показываю шаблоны, благодаря которым можно самореализоваться. Вот смотри, мы все живем по определенным моделям, которые нам вложили с детства. То есть наши мамы, папы, бабушки научили нас. Вот если взять маленького ребенка и положить его на край небоскреба, он не будет бояться вниз смотреть. Ему все равно. У него чистые эмоции, у него нет никакого страха, никакого опыта. Если взрослого человека поставить, ему будет страшно. Или, допустим, маленькие дети знают, что нельзя перебегать дорогу, надо переходить на зеленый свет. Хотя их никогда не сбивало машиной, они никогда не видели аварии, катастрофы. Откуда они это знают? Им рассказали. И получается, что большинство вот этих шаблонов и моделей поведения нам кто-то рассказал. Нам рассказали, какие мы, нам рассказали, как жить. И вот эти модели, которых нас обучали наши бабушки и родители, они сейчас не работают в современном мире. А человек продолжает по ним жить, но причем видит совсем другую жизнь. То есть он живет по старым моделям, но видит, что можно по-другому, не может самореализоваться и занимается самоутверждением. И смотри, мы когда заканчиваем университет, у нас очень много свободного времени, очень много здоровья, мало денег. И мы начинаем свое здоровье, свое время менять на деньги, работать на кого-то. Если ты все правильно сделал, то по мере взросления денег у тебя становится больше, а времени меньше. И ты потом можешь покупать на деньги заработанные и время других людей. Но поскольку человек и время потратил, и денег не заработал, у него ни денег, ни времени. То есть время жизни конечное, там после 30-ти ты начинаешь каждый год ощущать, денег тоже нет. И что человеку надо? Ему надо то же самое, только быстрее. Поэтому они вписываются в похудательные марафоны, которые обещают фигуру за месяц. Они вписываются в бизнес-тренинги, которые там за 2 недели сделаем из тебя миллионера. То есть цели те же самые, но только им надо быстрее, быстрее времени-то нет. В итоге ни времени, ни денег, ничего не остается по замкнутому кругу, и они не могут самореализоваться. Поэтому, когда здоровье не остается, они начинают искать, как похудеть, как восстановить водно-солевой баланс, скелетно-связочный аппарат. Находят меня, и мы начинаем со здоровья. Потому что здоровье это самый ценный ресурс. Ну нет здоровья, ты не заработаешь, нет здоровья, ты не сможешь создать что-то в этом мире. Мы начинаем со здоровья, с каких-то базовых основ, и начинаем прививать дисциплину, какие-то определенные привычки поведения, и у человека появляются результаты. Потом мы берем вот эти вот шаблоны. Например, если он транслирует дисциплину на свое здоровье, ходит на тренировки, придерживается правильного питания, он потом этот уровень дисциплины может транслировать на другие сферы своей жизни. И потом мы выясняем, что человеку на самом деле важно, и что не важно. И транслируем вот эти все шаблоны на другую сферу жизни. И поэтому люди, когда ко мне приходят, да, мы начинаем заниматься спортом, начинаем продерживаться диетой, но по выходу они должны быть более финансово-состоятельными, у них должны быть более лучшие взаимоотношения с окружающей действительностью, и они должны самореализоваться, то есть ощущать постоянное счастье от присутствия себя в мире, от того, что они создают. То есть получается, что они идут тоже по некой устоявшейся модели, они видят тебя, твою форму, твои ролики, идут за фитнес-результатами, а потом, когда они уже знакомятся с тобой, они начинают получать гораздо больше уже трансформации в других местах, в других областях своей жизни. Да-да-да. Прикольно. Хорошо, слушай, но опять же, давай вот сегодня у тебя на Ютубе миллионы просмотров, 400 тысяч подписчиков, да, в Инстаграме фантастическая вовлеченность, тоже там около 400 тысяч тоже подписчиков, огромная подписная база, огромные рейтинги вовлеченности, и вот теперь, это вот сегодня, да, и миллионы оборота. Мотаем назад, ты говорила про эти шаблоны, которые закладываются в детстве. Когда я читала твою биографию, я знаю, что город, в котором ты родился, он, в нем есть два градообразующих предприятия, да, это зона или сопивка, да, я знаю, что ты учился, как это, в интернате, да, и вот что в твоем детстве, по сути, ничего не предвещало того, что ты станешь тренером именно в тех смыслах, которые ты сейчас, которыми ты сейчас делишься. Как вот, что такое в детстве ты получил, что ты вышел вот в эту, или не получил, что ты смог сформировать себя в интернате? Скорее всего, не получил. На самом деле, все было очень просто. На каком-то этапе меня научили учиться в интернате, просто научили учиться, и не для того, чтобы получить оценку, а для того, чтобы обладать определенным уровнем знаний. То есть, там интересная такая методика, мы не изучали биологию, химию, там, вот такие вот науки, которые называются гуманитарными. Мы изучали точные науки, и, допустим, там, 4 физики, 4 математики и 1 физра, чтобы ребенок не умер там. И еще психология была с нами, чтобы дети там не бродили у себя в головах, с ума не сошли. И в итоге мы пропускались через себя достаточно огромный объем вот этой информации, и ты это не выучишь. То есть, на выходе, допустим, если ребенок по одному учебнику учился, мы знали 5 практически наизусть, могли свободно апеллировать данными. И если ты учишь, чтобы это знать, получить пятерку, ты это никогда не выучишь, такой объем. То есть, у тебя должна быть вовлеченность, интерес вот к этому делу. И нас вот научили подходить именно вот с определенным отношением. То есть, это не ради запоминания, не ради оценок, а ради именно осознания, понимания, как это работает и так далее. То есть, это, грубо говоря, была база, которая заложила в тебе способность компилировать, копать глубоко, разбираться во всех вещах, так досконально, чем ты занимаешься. Да, совершенно не знаю. Ну, потому что я, когда ищи-то смотрю твои разборы, там, чего-нибудь, у тебя там прям такая глубина. У тебя есть, давай так, у тебя есть специальное образование типа, которое нужно для того, чтобы что-то в фитнесе говорить и преподавать? Нету. Нету. Но при этом те разборы продуктов, которые ты делаешь, там, упражнения и так далее, это вот откуда оно взялось? Смотри, какая интересная вещь. Когда я разговариваю с медицинским работником, там, с каким-нибудь диетологом, терапевтом, хирургом, эндокринологом, у него после нашего диалога вопрос, а где вы получали дополнительное образование? Какие курсы повышения квалификации заканчивали? Он не сомневается, что у меня есть специальное образование. А когда я разговариваю с домохозяйкой, они все интересуются, а какое у вас образование? У меня нет профильного образования ни по фитнесу, ни по медицине, но, знаешь, я могу делать свою форму вот с точки зрения фитнеса, которая будет лучше, чем у людей, которые выходят на сцену и соревнуются за призы. Я могу помочь человеку восстановить его уровень здоровья быстрее и качественнее, чем это делают за деньги в больнице. Я помню, когда на твоем выступлении в Сочи, где, собственно говоря, мы, можно сказать, лично познакомились, фотографию, однушка, матрас и там что-то, короче, перевернутый матрас, да? Это олицетворяло твою жизнь на этапе построения карьеры в найме. Правильно? Это был вот этот период. То есть я знаю, что ты достиг очень больших результатов в найме, то есть ты был в своей профессии, там, руководитель железнодорожного узла или как это правильно называется? Да, да, да. То есть это, ну, это там, сколько там, 2000 человек в подчинении, это лучший работник, там, скажи, все регалии. Как это? Что это такое было? Нет, давай я скажу по-другому. Давай. Вот эта старая модель, которой родители нам обычно говорят, иди в школу, становись там отличником, получай хорошую работу, и у тебя все в жизни будет хорошо. Когда была перестройка, предприятия все рассыпались, государственные, единственное предприятие, которое стабильно выплачивало зарплату, это железная дорога. Поэтому мои родители были железнодорожниками, и, соответственно, они мне вшивали в голову, иди на железную дорогу. Поэтому я и поступил в железнодорожный, хотя мне предлагали в нефтехимический без экзаменов. И отучился там с красным дипломом, закончил там аспирантуру, причем по другой специальности маркетинг и менеджмент. Пришел на производство и думаю, стану самым лучшим здесь. Надо же добиваться. Стал самым молодым руководителем. У меня там показатели в десятки раз отличались от других. Предприятие становилось топовым по всей России. Проходит 9 лет. 9 лет устроил там карьеру? Да. Но проходит 9 лет, и я понимаю, что бизнесы, которые я параллельно что-то делал, лесопереработка, помаленечку, буквально часик после работы, где-то ночью, они дают в разы больше денег, чем вот моя официальная зарплата. У меня как бы сразу были принципы взятки не брать, откаты не брать, схемы никакие не использовать. И они меня очень сильно выручали. И вот тот белый, белая зарплата, которую я получал, она в десятки раз меньше, чем вот свободное творчество, которое там занималось, ну, час, может, в день. И вот стал выбор, где себя самореализовать, где ты быстрее будешь расти. И поэтому я как бы ушел с найма. Это было какое-то сложное решение? Или ты с легкостью отпустил, потому что был готов? Очень сложно. Ну, представляешь, ты руководитель градообразующего предприятия, ты выступаешь на одной сцене с мэром города, там у тебя на короткой ноге вот все, что надо достать, все важные люди, ты, ну, у тебя статус, у тебя положение, и ты такой раз уходишь, и все, и ты никто. А на матрасе фотография когда была сделана все-таки? Это первый год, вот, когда я приехал работать. Ну, ты приходишь с университета, родители, естественно, не помогают, у тебя нет ни денег, ни зарплаты, ничего. Я устроился работать, и я копал траншей. То есть я в ноябре копал траншеи и получал там 7 тысяч в месяц. Четыре уходила на квартиру, квартира была без мебели, купил только матрас. И вот на этом матрасе стоит. Слушай, а где начинается тогда трансформация, переход вот именно на тот уровень? Потому что, ну, давай объективно говорить факты, да? То есть ты сегодня в своей нише, в которой ты тренер, ты делаешь миллионы. Где начинается эта трансформация, перехода вот на другое, пощупывание вот этого верхнего уровня, принятие решения, что ты переходишь на другой уровень? Как это вообще происходит? Вот у тебя как произошло? Я это называю натяжение мастерства. Это когда ты, допустим, изучаешь какую-то тему, очень сильно глубоко копаешь, копаешь, становишься мастером. Вот. И потом начинаешь, используя свои навыки и знания, помогать другим людям. То есть не просто там изучать для себя, а помогать другим добиваться результата. И обычно у меня формула 1 к 10. То есть я, допустим, делаю каких-то 10 полезных вещей в открытый мир. Ну там, неважно, я делаю либо видеоурок, либо контент, либо делаю семинар бесплатный на большую аудиторию. И после 10 я могу один раз что-то попросить. То есть, грубо говоря, попросить или сказать, купите? Нет. А что? Купите, сейчас расскажу, как происходит купите. Попросить, ну вот зайди в Инстаграм к любому и все ставьте мне лайк, я же писал. Я не прошу. Делайте мне репост. Ну, я для чего старался, я не прошу. Ну, то есть, если контент качественный, человек захочет с ним поделиться. Хотя бывает и обратно, контент качественный, и девчонки не хотят делиться с другими девчонками, потому что это их преимущество. Вот. Ну, каждый же имеет право на толстую подругу, и каждый не хочет быть этой толстой подругой. И вот смотри, когда у тебя создается, вот, ты в определенной точке находишься, и ты мастер своего дела. Ты транслируешь свои какие-то ценности, результаты, вот эти модели, которые на себе я пробовал, на других людей, и эти люди начинают быть твоими евангелистами. Они распространяют, ну, твой подход, делятся с друзьями, и у меня в основном трафик. Если ты зайдешь на мой блог, его ломают каждую неделю. Ломают? Ломают, да. Ну, хакерские атаки, там, удаляют из поисковой оптимизации. То есть, он его Google удалил. И весь мой трафик, он, я, допустим, не покупал никогда рекламу до этого года, он весь... Органический? Органический, да. Люди рекомендуют. Подожди, а можно секундочку, а почему его ломают? Ну, почему ломают? Это специально, сознательно кто-то ломает? Ну, они же мне не докладывают. А-а-а. Поэтому я принял, ну, раз ломают, значит, есть какие-то проблемы. Ну, пускай ломают. Как бы, ну, меня это не парит. Трафик органический, люди меня находят по рекомендациям. Затем, когда они видят в тебе мастера, и ты приносишь им пользу, они сами тебе предлагают деньги. А, кстати, это, кстати, знаешь, сейчас открылось, у меня была похожая история входа в инфобизнес, кстати. Я долго, я полтора года вела YouTube-канал, и потом меня, моя аудитория попросила сделать мастер-класс, где можно раскрыть тему работы с возражениями глубже. И когда заявок накопилось, я его сделала, и без рекламы, и без сайта, у нас там было более 500 участников. То есть, в принципе, схема, ну, то есть, я поняла тебя. То есть, ты отделишь сайт своим мастерством, аудитория, которая полезна, она это приняла, поняла, и в какой-то момент говорит, нам надо больше, да, и создай что-то, что мы можем купить. Смотри, у меня это маленько не так работает. Мне обычно пишут в личку, Ярослав, у меня такая-то проблема, я готов заплатить деньги, как ее решить? И вот ты набираешь список проблем, которые мучают людей. Я не беру деньги за консультации. Я дошел до того, что каждый день тратил на вопрос, вот просто отвечая в личке по 5 часов. Сейчас я уже не отвечаю, ну, потому что сидеть, такое количество времени просто отвечать. Тем более, люди не ценят бесплатные вопросы. Если ты ответил, это не значит, что он будет делать. У меня есть, допустим, определенный курс, он называется мастер-группа. И я его провожу раз в 2 года. Провожу редко, потому что, ну, он должен приносить удовольствие. Он, я его провожу не ради денег. То есть, если, допустим, сравнить меня с какими-то коммерческими проектами, там, с бешеной сушкой, которую знают все. Я провел 3 мастер-группы, они за это время провели 20 бешеных сушек. То есть, у них оборот, 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 оборачиваемость денег. Это, естественно, коммерческий проект, основанный на монетизации. У меня я провожу, когда я, допустим, отдохнул, мне хорошо, мне в кайф, мне хочется обучать. Я получил какие-то новые знания, переделал свои старые модели, шаблоны. И вот даю людям, и я их обучаю целый год. Поэтому у меня очередь на эту мастер-группу на 2 года вперед расписана. И вот это позволяет монетизировать свои знания. А мастер-группа, вот расскажи про формат. Это 3 месяца, полгода, год, это что такое? Год. А, это на год. Это год еженедельных вебинаров. Самый большой вебинар у меня шел 7 часов, самый коротенький идет 2 часа. Плюс человек получает доступ к базе знаний. То есть, все, что его волнует, это уже записано, уже разобрано. И он может в любой момент посмотреть. И мастер-группа, она привязывается к реальному времени. То есть, не так вот, как ты зашел, там все готовое, отснятое несколько лет назад. Вот только выполняй. Вот вебинары, они идут в режиме реального времени и привязаны к реальности. То есть, и причем не так, как вот проводят семинары, ну, многие там фитнес-эксперты. Вот он пришел, я такой красивый чемпион, задавайте вопросы. Обычно человек не знает, что спросить. У меня обычно какая-то тема. То есть, я сам вижу, какая тема потребна по успеваемости. И мы начинаем разбирать. Например, люди пришли, и у них там проблемы с водно-солевым балансом. Мы начинаем разбирать, как его устранить. Кто-то прыгал в марафон, повредил себе суставно-связочный аппарат. Мы начинаем разбирать, как его восстанавливать. И вот каждую тему наращиваем, 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 наращиваем. И человек, он всегда почему-то переоценивает то, что он может сделать за короткий промежуток времени. Ну, там, две недели до лета я похудею. За месяц отпрыгаю, все будет. Или денег быстренько срублю. Но недооценивает на больших промежутках времени. Поэтому год – это достаточно большой промежуток времени. И можно сравнить до и после. А у тебя есть там конверсия дохода до конца и так далее? Вот такие вещи замеряешь? Нет, не замеряю. Ну, а как по ощущениям? По ощущениям? Ну, процентов, знаешь, 30-50. Но вначале, вначале, самый большой приток. Там сервер не вывозят, потому что пришли все с бабушками, с дедушками, подключили своих родственников, с двух устройств зашли. Там 10-15 тысяч человек онлайн сидят, вебинарная комната не идет. И я говорю, вот видите цифру? Вы ее видите последний раз? Потому что больше, такого большого количества не будет. Люди, естественно, отсеиваются. Особенно, когда они понимают, что надо что-то делать. Вот они думают, что я за 2 недели все сделаю. А организм у нас так не работает. У него есть определенные барьеры. Ну, он так называется гомеостаз. То есть, организм всегда поддерживает определенный уровень чего-либо. Например, частоту сердечных сокращений, pH, фактор крови, наличие там внешнеклеточной жидкости. Если бы этого не было, мы бы просто умерли. Там, приехал в Таиланд, у тебя раз кровь свернулась. Потому что организм не поддерживает 36,6. И он не изменяется быстро. Если там человек похудел за месяц, это всего лишь визуальный эффект вывода воды и разрушения активной клетчатой массы. И деньги невозможно заработать быстро. Если ты заработаешь быстро, ну, вот, как, знаешь, многие обучают, вот, делаем за месяц, ты просто выжигаешь свою аудиторию. Ну, то есть, ты что-то сделал полезное, а теперь купи и начинаешь халтурить. Ты выжигаешь вокруг себя аудиторию, и она уже не лояльна к тебе. И потом ты не можешь развиваться. А за год можно построить фундамент. То есть, грубо говоря, да, я поняла, в этом смысле не надо торопиться. Не гнаться за быстрыми результатами. В этом смысле дисциплины и постоянства. Нет, ты можешь гнаться за быстрыми результатами, но гонись вот на большом промежутке времени. Это знаешь, как вот все похудательные марафоны почему-то называют марафонами. Но марафон это долго, а у них месяц. Это спринт, а вот у меня марафон. Хорошо. Давай вернемся сейчас в 2018, вернемся в 2010. У тебя в этом году первый раз вышла твоя статья на subscribe. Да, вот у тебя с этого момента начался вход в эту тему вообще. Вот смотри, потому что ты занимался бизнесом, лесопилка. Вот ты уволился. Где был камин аут, что вот Ярослав Брин засветился, связано что-то с диетологией, там, с чем-то еще таким, там, составы, питание? Я еще работал в ООО РЖД и у меня были бизнесы. Просто фитнес это то, чем я занимаюсь там с 14 лет. В различных его проявлениях и знакомые спрашивают, как это, как то, как это. То есть я постоянно там на протяжении... Ну вот с 14 лет как начал тренироваться, так постоянно я тренируюсь. То есть там корпоратив, не корпоратив, надо на работе задержаться, не надо. То есть ты задерживаешься там до 12 ночи идешь, 12 ночи в качалочку и занимаешься. Ну дисциплины и постоянства дают результат. И люди думают, что ты знаешь какой-то секрет, как вот выглядеть так, как ты выглядишь, как быть сильным, там, выносливым. И постоянно спрашивают. А поскольку человек хочет быстро, они начинают искать быстрые методы, которые им, естественно, предлагают купить. Там всякие похудательные чаи, жиросжигатели, активаторы, там, протеины, которые превращают жир в мышцы. И это все не работает. А смотря на меня, вроде работает. И начинают спрашивать, когда, что. И поэтому я сперва написал своему другу, как что расписал, положил, ему понравилось. И я подумал, почему же мне опубликовать. И я тогда вроде написал мифы фитнеса, где там рассказал, что есть после шести можно, там, сахар не страшный, бассейн для жиросжигания не подходит. Ну там такие вот, как бы, наоборот. То есть, есть вообще принятые штуки, ты, как бы, мифы различал. Наоборот. И вот с тех пор я стал помаленечку писать. А где ты открылся лифтован писательства? Вот в этот момент, ты как понял, что ты можешь писать так, что это вкусно, провокационно? У тебя же, ты же лонгриды делаешь. Это же прям статейный такой формат. Ну, у меня есть один секрет, я его никому не рассказываю, но могу поделиться. У меня бабушка преподаватель русского языка и литературы. 40 лет стажа. Но она не у школьников преподавала, она у заключенных в той терме, которая была в нашем поселке, в колонии строгого режима. Поэтому с дисциплиной у меня в детстве было все нормально. То есть, мной в основном занималась бабушка. И она постоянно заставляла меня писать изложения. Вот это ее любимая тема, каждый день я писал изложения. То есть, ты читаешь отрывок и пишешь своими словами. Вот. И каждый день писал. А потом, когда-то я понял, что писать намного интересней, если тебе интересно читать то, как ты пишешь. То есть, тебе самому, если мне самому не интересно то, что я написал, если я, ну, меня самого не цепляет этот текст, я его никогда не выложу. У меня огромное количество там писанины просто в стол. Я написал, мне не понравилось. Ну, значит, я не буду выкладывать. То есть, это... Если ты зайдешь на мой блог, там последняя статья была 2 года назад. Если зайдешь в мою инсту, там раз в месяц может появляется. То есть, я пишу, когда мне хочется писать и когда мне нравится то, что я написал. А не как работа, так, знаешь, каждый день пост, каждый день там репост, чтобы поддерживать социальную активность. Нет. Ну, кстати, по поводу постов. Я видела одно исследование, что если человек делает, большой блогер, делает посты регулярно, а потом делает паузу, то он очень сильно теряет охват. Да. Но когда я смотрю, как бы, твои посты иногда там раз в две недели ты выкладываешь, то бывает, по-моему, тебе месяц недавно не было. Что-то вот это был какой-то промежуток, когда тебя прям долго не было. Теряешь охват? А я не слежу за охватом. У меня нет вообще статистики. То есть, у меня нет аналитики ни в одной социальной сети, нет статистики. У меня аккаунт именной, некоммерческий. Я не замеряю там конверсию, сколько открыли, сколько перешли. Я могу посмотреть, когда мне это интересно. Но я не замеряю, потому что у меня совершенно другие показатели. То есть, я когда слушаю там классический бизнес, что чем больше писем, тем больше касаний. Чем больше касаний, тем больше переходов. Там средний чек, оборот, объем. Мне эти цифры, они вообще не нравятся. Мне все, что интересует, это результат, который человек получил. И, допустим, роя от вложенных усилий. Все. В базе понятие дать максимальную ценность, это очень мне близко. Но не считать показатели, не считать конверсию, не считать рейтинг. Смотри, самый большой показатель, это знаешь что? Что? Ну, это деньги, которые люди тебе платят. То есть, они голосуют за тебя рублем. Если результаты, которые ты даешь, мягко говоря, никогда не отдадут тебе свои деньги. Вот обычно я на своих курсах, есть у меня такой уклон в сторону бизнеса. Каждый же человек хочет быть счастливым, здоровым и финансово независимым. И вот как бы у нас три составляющих. Начинаем мы со здоровья и там плавно скатываемся в финансовую независимость. И я обычно говорю, представьте там шахтера, который пришел домой, ему тяжело, он устал. Он зарабатывает там 30-50 тысяч, которые надо отдать своей семье. Вот какого хрена он эти деньги отдаст вам? Вот ради чего? Какой продукт надо создать, какую ценность он приносил конкретно этому человеку, чтобы он поделился частью своих ресурсов с вами? Вот когда ты ответишь на этот вопрос, тогда у тебя все будет хорошо. По поводу все-таки входа в фитнес-индустрию твою. То есть, ты сейчас явление на мире в российский фитнес, да? Я читала, не знаю, правда это или нет, что ты первые несколько лет даже не показывал. То есть, ты публиковал статью, но не говорил, кто ты, ты себя не показывал. Я не ассоциирую себя с фитнесом вообще. То есть, есть профессионалы фитнеса, а есть я. Я, скорее всего, это похудашки для домохозяек. То есть, я в профессиональный фитнес не лезу, потому что там политика и деньги. Мне это вообще не нравится. То есть, там нет критерий отбора спортсменов, там нет каких-то жестких правил, по которым вот это все функционирует. Поэтому я не лезу в профессиональную среду. Хорошо, похудашки для домохозяек. Для домохозяек, да. Когда твое лицо появилось в этом, твое вот лицо? Брутальный Ярослав, то есть, писал статьи такие, все, всех там, что? Я начал писать статьи, и если бы я показал фотографию, как я выгляжу, да, мне бы сказали, ну, у тебя генетика. Ну, и это сразу обесценивает твои труды. И мне хотелось, чтобы люди делали выводы по результатам, которые они получают на основании моего контента. Вот. Я писал, 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 и потом, а ты, наверное, жирный. Вот. Ты просто пишешь там. Знаешь, есть очень много толстых диетологов, фотографий, которых ты не найдешь. Они вроде как и разбираются, но у них нихрена не получается. Потому что знать теорию одно, а на практике это совсем другое. Можно долго писать про кетогенную диету или там про периодизацию тренировочного процесса, но иди попробуй сам сделай. Это разные вещи. И я подумал, вот покажу, как я обычно выгляжу. Ну, скажет генетика. Может быть, показать, что генетика это такое слово, знаешь, оно, если человек не может объяснить что-то, что происходит, он говорит генетика. Все, можно не объяснять. Ну, это же генетика. То есть, это типа отмазка. Да. Ну, я считаю, да. То есть, нет генетической предрасположенности к чему-то. Есть факторы, которые могут смесить баланс в ту или иную сторону, но генетической расположенности нет. И я там придумал бредовый такой проект, называл его «Фитнес-модель за 4 месяца». Я просто отъелся до второй степени ожирения и показал людям, как можно обратно вернуться. Причем я это делал три раза, 2012, 2014, 2016. Первый раз я когда сделал, это было абсолютно бесплатно. Я выкладывал уроки, писал статьи, вот показывал на себе. Очень много людей схватило это и стало перепродавать. Да, мне не понравилось, я свернул. В смысле, что перепродавать? Ну, то есть, мне, допустим, присылали программы тренировок с элитных московских клубов, где вот полностью мои статьи перепечатаны с программами, мол, это мне выдали там за вип-карту методика клуба. Я видел это у вас на блоге. Кто, кто у кого. Да вот, если сейчас в инсту зайти, сколько этих людей набирающих, ухудеющих сейчас по этой же модели. И я помню в 2012-м, я как-то близко к сердцу это все воспринял и свернул. То есть, ты расстроился, что у тебя забрали на работу, ну, то есть, что? У тебя же была бы цель поделиться пользой с миром. У тебя была уже мысль, что это можно монетизировать или нет? Нет. Нет, то есть, ты делился просто своей компетентностью, зарабатывал в другой нише. Да. Кто-то стал забирать, там, что-то использовать. В чем, что-то еще, что тебя расстроило? Меня расстроило то, что ты тратишь время в своей жизни. Люди начинают, как бы, зарабатывать на этом. И это вносит некоторую обесценку. Потому что все мои проекты, это не про деньги. Они, да, у меня есть продукты, которые продаются. Но это потом. Вначале должны быть результаты у людей. Вначале они должны что-то получить. Вот моя книга, которая распространяется бесплатно. Ее достаточно, чтобы получить результат. То есть, есть, там, несколько сотен тысяч людей, которые прочитали, сделали, спасибо, на этом все. И, ну, это самое прикольное, когда ты что-то создал, и это, вот, ставит точку в вопросе у человека, который подвис. Вот как диетологи. Заходишь на Озон, там, берешь любого диетолога, он написал книжку, на следующий год книжку, на следующий год книжку. И я не понимаю, зачем ты написал вторую? У тебя что, первая не помогла? А если она не помогла, нахрена ты ее написал? Я понимаю, что это про медийность, про распространение своего бренда, про монетизацию. Это не помочь людям каждый год создавать одну и ту же книжку с одним и тем же вопросом, который не закрывает. И, допустим, есть тренинги по бизнесу, которые там, как зарабатывать деньги. Люди приходят, как зарабатывать деньги, получают какие-то основы, ничего не получается. Так, у тебя трафика нету, давай вот курс трафик с инстаграма, давай. Не получается, так, инстаграм уже не модный, ютуб, давай трафик с ютуба, давай. Так, ютуб не модный. Новая фишка, слышал, телеграм-боты, давай, телеграм-боты. Человек приходит на курс, он не закрывает свой вопрос, его делают постоянным потребителем. А мне вот этот подход, он не нравится. То есть ты хочешь закрывать вопрос? Я не то чтобы хочу. Если вот любую статью прочитаешь, там есть теория, практическая часть, выводы и задания. Всегда. То есть в каждом моем материале есть результат. То есть если ты возьмешь все по пунктам, выполнишь, у тебя будет результат. Если, допустим, я пишу какую-то вводу, я ее не публикую. Тогда получается, что тот феномен, что к тебе идут по 15 тысяч человек на лонж твоего продукта и даже больше. Ты сказал, 15 тысяч на вводном вебинаре или 20, да, там комната, там обрушивается связь и все такое. То есть это получается, что это из-за человеческой природы потребности все-таки быть в какой-то системе? То есть то, что немногие способны самоидеть и самоинициировано взять и сделать? Нет, тут самое интересное, самое интересное. Смотри, человек приходит, берет все, что у тебя есть, все твои материалы и получает результат. Он становится здоровее, начинает зарабатывать больше, у него налаживаются взаимоотношения. И разве ему не хочется больше? Человеческой природы, да. Я могу лучше, выше, сильнее, бодрее. Да, мы всегда хотим больше и по-другому. И лучше. Ну, легче, прочее. Ну, это система выживания больше, по-другому больше, по-другому. И у меня даже, вот почему я разбираю финансовую составляющую на курсах по похудению? Вот очень меркантильный такой вопрос. Человек приходит, платит деньги за курс, конечно, ему жалко. И моя задача, чтобы он многократно окупил этот курс. И следующий раз, когда я буду делать какую-то программу, как ты думаешь, он ко мне придет второй раз? Конечно. Да. Да. Поэтому я и хочу, чтобы он получил результат, окупил, и потом у него не возникло вопроса в голове, а стоит ли идти второй раз, а тратить ли на это деньги? Он, конечно, придет. Потому что он знает, что у него все будет намного лучше. То есть, короче, твой принцип, вот этот, который ты расскажешь, заложенный в основу того всего, что ты делаешь, это превосходить ожидания. Всегда. Во много раз. Давать результаты, да. Да. Круто. А потом, почему ты вернулся тогда к этому проекту? Ведь давай так, физически это же непростой эксперимент, набрать до второй же степени жаления. Вообще, кстати, как оно так вдруг? Как ты себя еще чувствуешь, когда ты? Как оно? Смотри, очень много в сети людей пыталось это повторить. Но я еще не видел человека, который бы это повторил. Потому что вот у тебя, допустим, 12% жира в организме, а тебе надо 35%. И твой организм, естественно, не очень хорошо это воспринимает. Тебе надо постоянно высокий уровень сахара в крови поддерживать, поддерживать для того, чтобы резистентность к инсулину получить, постоянно употреблять пищевые ферменты для того, чтобы впитывать большое количество калорий. И это, естественно, вносит изменения в твою физиологию. Вот если ты посмотришь на мои ролики FM, у меня вот здесь такие пятна. Сейчас их менее заметно, но это повреждение капиллярной сетки высоким содержанием сахара в крови. Но это косметический эффект, он убирается лазером элементарно. Но такая же капиллярная сетка у нас по всему телу, и она повреждается. И изменяется там психология пищевого поведения. Я после FM, допустим, вот три раза сделал, я вот только-только сейчас вот нащупал ту составляющую, когда, ну, мне неинтересны там шоколадки, зефирки, пироженки. Вот я могу на перловке с курицей и на огурцах нормально функционировать. Только-только это вернул, потому что ты сперва учишь себя много есть, много спать, мало двигаться, а потом тебе надо наоборот, а потом туда-сюда. И физиологически это очень сложно, и поэтому, ну, невозможно это повторить. Напомни, там какой диапазон веса был? То есть ты со скольки до скольки разъелся ты был 100 с чем? 107 самый большой был. А потом? 72. 72. И вот именно сухая масса. Ну да, там в последнем я себя довел, там до 4% жира. Это вот такая грань, где люди умирают просто. Ну, то есть чуть меньше, и ты умер. Там перебрал с углеводами, отек, умер. Бахнул пиво, умер. Многие спортсмены, вот, есть определенная смертность среди фитнесистов. Все думают, что они умирают там от стероидов, от таблеток и так далее. Но на самом деле они умирают из-за манипуляции с водно-солевым балансом. То есть от мочегонных элементарно, от того, что кровь загустела. А как, то есть, а какой диагноз ставят врачи? То есть когда человек, это что это, имфаркт или что это такое? А, ну, проблемы с сердцем. Да, то есть сердце не справляет. У нас смертность в России 80% это сердечная недостаточность. Просто сердечная недостаточность, а то, что там с человеком произошло, это уже не важно. А, понятно. То есть причины могут быть разные. Да. Диагноз один. А почему ты 3 раза сделал вот эти же качели туда-сюда, туда-сюда? Ну, вот я понял, что есть какая-то определенная модель логическая, определенные принципы, которые могут из тебя сделать вот, ну, того, кем ты хочешь быть. И мне захотелось это вот как-то записать на видео и увековечить. Ну, и чтобы все люди этим пользовались. И я тогда приехал в Санкт-Петербург из своего города Героя Слюдянка. Там встретился с профессиональным оператором, который меня когда-то снимал для канала «Иггифтед». Когда-то такой канал был популярный. И вот мы с ним договорились, что он будет снимать мои видеоролики, обрабатывать. И они сейчас на Ютубе. Вот именно у них миллионные просмотры. Мне просто захотелось вот показать, как это происходит. Вот, ну, вот, что можно сделать. То есть это, получается, был такой, как это, финальный тур в этом смысле был? Да. Я это делаю последний раз, показываю всем, выкладываю, пользуйтесь. Прикольно. А второй раз зачем ты делал? Нет, это третий раз был. А, второй? То есть первый раз просто захотелось показать, да, себя показать, что я умею. Второй раз, ну, уже по инерции. А третий раз ты уже сидишь, а у тебя уже здоровье не то. То есть я, допустим, то, что мог в 30, я уже в 35, я уже не, не, не могу. Или, допустим, в 20 я там мог сутки работать на работе, потом пойти в компьютерный клуб, зайти на дискотеку, с дискотеки пойти сдать экзамен какой-нибудь, трое суток не спать, прийти там отоспаться за все и опять трое суток барагозить. Сейчас, знаешь, сутки у меня уже рога в землю не работает. То есть мы еще не знаем нашу физиологию, что у нас там внутри отвечает за старение, какие гормоны и так далее. Да, мы вообще про человеческое тело не знаем. Мы не знаем, как растут мышцы. Вообще не знаем. Нету конкретной методики, есть только принципы и теории. Мы не знаем, как работает иммунитет. Вообще не знаем. Ну, подожди, к парамышце, ну там типа приседай с весом, они там разрываются, ты пьешь белковые... Мышцы не разрываются. Микротравмы? Микротравмы есть место. Это раньше теория такая была, повреждение мышечного волокна, потом пришли к повреждению миофибрил, это не одно и то же. И сейчас превалирует теория накопления питательных веществ в клетке. Но на самом деле этих теорий и методов их много. Вот как отличить профессионала от непрофессионала? Ты приходишь к профессиональному тренеру и спрашиваешь, как растут мышцы. И вот он скажет, я не знаю. Есть определенные принципы, которые можно соблюдать и посмотреть, как они на тебе будут работать. И подобрать под тебя, а конкретной модели нет. Ты приходишь к иммунологу и говоришь, что такое иммунитет. И если он там учился по одной книжке, он тебе скажет, иммунитет это то-то-то, надо там обливаться холодной водой, правильно питаться, высыпаться. А если он профессионал, изучал это со всех сторон, он скажет, что хрена узнает. Вот есть определенные принципы, которые надо соблюдать. И посмотрим, что на тебе сработает. Например, поднять общий уровень здоровья, тогда количество болезней, которые ты подхватывал, их будет меньше. То же самое в бизнесе. Есть же всякие тренинги, которые учат бизнесу. То есть упаковали в упаковку. А есть статистика, сколько людей после этого создали бизнесы. И она точно такая же. Так, если люди не обучаются? Если не обучаются, сами пробуют. Один в один. Потому что как создать бизнес, охрен его знает. Я, например, совершенно по-другому делаю. Есть определенные принципы. Можно попробовать, что тебе зайдет. Мне, допустим, не заходит банальная прямая монетизация. Мне не заходят вот эти вот, когда ты после подписки на свой продукт, ты продаешь дешевый продукт, утепляешь аудиторию, потом подороже, апселлы, кросселлы. Да, автоворонка. У меня не так. У меня человек подписывается, ему приходит полезный продукт, потом еще один полезный, потом еще один полезный, и ничего не продается. Все. Он говорит, Ярослав, когда курс? Не знаю. Все. Вот есть очередь, можете записаться. Слушай, хорошо, вопрос. А у тебя есть, ты еще занимаешься другими бизнесами? А сейчас нет. Нет, все-таки вот эта вот тема, это твоя основная тема. Ну, я думаю, что, если бы ты к тебе, к тебе, к тебе познакомился, к какому бизнес-консультанту, он действительно сказал бы тебе, сделайте вот это, вот это, вот это, и вы прибавите еще x10, там, к тому тем результату, который у вас есть. Ты не исключаешь такую возможность? А вопрос зачем? Другой вопрос. Да, это уже другой вопрос. Ты понимаешь, можно систематизировать бизнес, упаковать воронку? Вот сейчас, как делают модно автовебинары, человека приглашают, и он не понимает, что это запись, да. Вот обычный человек не различает. Вот те, кто у меня учатся, они различают. Потому что, ну, я всегда провожу вживую, всегда. У меня никаких записей, ничего нет. Всегда живое присутствие. И, ну, то есть, бизнес, он теряет лицо. То есть, он такой, знаешь, автоматический, когда тебе отвечают какие-то миньоны, их 100 штук, и они, вот, отвечают из гугла. Ты задаешь вопрос, он сразу гуглит, раз тебе. Или готовый шаблонный, или факью вопрос-ответ. То есть, ну, то, что ты делал, оно теряет лицо, и такой чисто коммерческий подход можно, да. Ну, то есть, это, наверное, отличает бизнесмена там от любителя. Я, скорее всего, любитель. Вот. Или талант? Не знаю. Ну, у тебя же есть своя система, которая работает, которую ты выработал на основе какого-то внутренней, там, чутья, интуиции или как-то? Ну, мне кажется, она у всех есть. Или логики. Хорошо. А все-таки, а за счет чего, как думаешь, произошел вот этот качок? Потому что, когда я тебя первый раз увидела, это было тогда, когда ты выпустил ролик по поводу энергии диета. То есть, это был момент такой, р-р-р-р, с моей стороны. Потому что я тогда активно этой темой занималась. И вот выходит ролик, какая-то очередная правда про энергии диеты. И стоит какой-то лысый чувак и говорит, что, типа, состав – это шляпа. Вот. Это, если бы чуваком был ты, я была очень недовольна. И потом выпустила свой ролик, я помню, по поводу того, что все, кто говорят, что это шляпы, у них есть своя какая-то монетизация в этом вопросе. Но я тебе хочу сказать, вот когда я зашла на твой канал, у тебя там еще было, по-моему, тысяч 20 подписчиков в тот момент. Ну, там, немного, да. И у тебя там ролики набирали по 5 тысяч, а ролик с этой темой прям 100 тысяч просмотров. Или что-то такое. И я реально искренне была уверена, что это специальный маркетинговый ход. Значит, выбирается такая тема какая-то резонансная, на эту тему снимается видео, и у нас поднимается рейтинг. Нет? Нет, ты знаешь, вот много консульциантов Energy Diet, и они писали, чтобы зарабатывать на рекламе на YouTube. У меня нет ни органической рекламы YouTube, никогда ее не включал. И вообще никогда ничего не рекламировал. Если зайдешь на какой-то фитнес-канал, они там резинки, порошки. У меня нет рекламы вообще. После этого ролика мне писал и Коралл Клуб, и Гербалаев, типа, о, классно, давайте вы станете нашим лицом и будете представлять наши порошки. Наши-то лучше, чем их. То есть у меня постоянно идут какие-то коммерческие предложения, но ты ничего не увидишь. А зачем ты сделал этот ролик? Просто потому, что спрашивали? То есть просто потому, что тебе было интересно сделать обзор или что? А там, знаешь, на стыке. То есть не сказать, что я его сделал, потому что я имею зуб на NRG. Я, например, делал обзор на компанию Валар, которая продает так называемые в простонародье сральные чаи. Там на различные, вот на EMS тренировки модные нынче. О, кстати, я на самом деле скажу, что мне потом не очень интересно. Что ты думаешь, что это было? Тебе одним словом? Ну, давай. На букву Г. В общем, не работает. Не работает? Нет. Это очередной... Ну, то есть тебя бьют током, повреждают мышцы, у тебя на следующий день все болит, и ты такой, вау, как эффективно. Но на самом деле боль и эффективность – это не одно и то же. Электрические разряды применяют для космонавтов. Когда они прилетают из невесомости, там по полгода погоду находятся, у них мышцы дистрофируются, им надо их восстановить. Вот до состояния, чтобы они могли сами передвигаться их током. Дальше – качалочка. То есть, если это плюс качалочка, эффекта синергии тоже не будет? Если коротко. Сейчас все очень расстроились, кто посмотрел ролик из EMS. А про Energy Diet фишка была какая? У них же агрессивный маркетинговый план, так? И вот люди, они пришли к фитнес-селебрити, у которых большое количество подписчиков. А фитнес-селебрити, они этим живут. Они профессионалы, и они разбираются в этих порошках. И кто-то поддался на маркетинг, кто-то не поддался. И, знаешь, поскольку это стало сильно распространяться, огромное количество вопросов начало поступать. Можно, не можно, надо, не надо и так далее, и так далее. А я обычно выпускаю, ну, спросили, раз спросили, два, я рассказал. То есть, мне легче создать, допустим, один ролик и выложить его, или одну статью и выложить, чем каждому что-то объяснять. Вот так появился ролик. А то, что он там набрал 100 тысяч, это большая часть просмотров, это самих консультантов Energy Diet. А не было такой конверсии? Вот я тебе приведу пример моей конверсии. Когда я выпустила ролик про тех, кто троллит Energy Diet, и его разместили в Спорт Вики, как и типа негативный трафик, типа вот, ай-яй-яй, она там троллит, посмотрите. Ну, то есть, написали типа разгромную статью. А ко мне туда пошел трафик на канал. Но прикол в том, что через какое-то время я увидела, что очень сильно растет количество подписчиков. То есть, показатели выросли там в среднем в 4 раза, если брать средние по неделе. и сохраняли через несколько месяцев. То есть, это реально для моего канала был буст для роста. У тебя так не произошло, что они приходили и оставались на канале. Не было корреляции между выпуском ролика и роста. Мне постоянно интересно, как работают такие фишки с точки зрения маркетинга. Продвижение. Вот ты как оцениваешь? Они абсолютно работают, потому что есть движок у поисковых систем. И когда куча трафика сваливается, он же не смотрит негативный или позитивный. Он думает, что ролик интересен аудитории и поднимает. Например, там конфликт, немагия Тинькофф, знаешь? Да. Тинькофф как бы зло, немагия молодцы. У Тинькоффа обороты выросли в разы. Да. Вот так это работает. Но у меня другая фишка после этого ролика появилась. Я же вот как бы принести людям пользу, такой наивный, рассказать им, дать выбор, пускай подумают. И вот консультанты НЛ, они как бы начали меня спрашивать. А это что так? А это не так? А это не так? А это не так? И я там пытался им объяснять. И вот как-то вот одна вот женщина, она была вот очень прям настойчивая, дотошно спрашивала. И я с ней общался, наверное, недели две. А у нее вопросы такие какие-то странные. Понятно, что она их не сама придумала. Я говорю, вот я отвечаю на основе там биохимии Северина, эндокринной системы спорта-двигательной активности Крамера. А вы что используете в качестве вопросов? На что опираетесь? И вот ее ответ вот просто вот. Я после этого перестал отвечать. Фитнес-гид по жизни Ениси Менихина. У меня вот руки сразу упали. То есть я использую какую-то научную литературу, которую обучают в вузах. Медработников учат, нас потом лечат по этим информации. А тут как бы литература написана специально под заказ. И, ну, я понял, что многих людей не исправить, исправить только время. А привело к тому, что есть люди, которых не исправят, а есть люди, которые что-то из этого почерпнули. И вот мы с тобой сейчас сидим разговариваем. Фишка в чем еще? Ты можешь говорить о продукте, высказывать свое мнение. Ну, то есть использовать и не использовать, это, ну, твое личное решение. Но почему-то вот многие сотрудники, они почему-то говорят не о продукте или не о контенте, они говорят о человеке. А, ты можешь не переходить на личность? Да. То есть когда они еще сказать, люди говорят прилагательные. Это 100% да. То есть как-то весь хейт особенно, то есть это означает, основная мастер троллинга хейта в интернете, это хейт переходом на личности, истерии там, урод, там еще что-то, ну, такое вот такие. Само вплощение. Да, да, да. А как ты вообще в YouTube, это такая агрессивная в этом плане среда, не находишь? У меня с этим очень просто. Смотри. Ну, я вырос в такой среде, что, ну, агрессивней не найти. Там можно и не вырасти. Вот, то есть подснежниками здесь называют по весне, посетители спортзала, у нас называли людей, которые весной оттаивали. И, ну, то есть там была такая агрессивная среда, и в интернате агрессивная среда, и в институте агрессивная среда. И ООРЖД это топ агрессии. И, ну, то есть у меня броник, я не воспринимаю агрессию. Я воспринимаю только, если я вижу, что у человека лучше результаты, чем мои, тогда я заминаю свое эго, начинаю его слушать. То есть если там он мне дает советы по фитнесу, и у него лучшие результаты, я его буду слушать. Если он мне дает советы по бизнесу, и у него денег больше, я буду его слушать. А когда мне какой-нибудь НЛ говорит, что ты там за рекламу, я не буду, конечно, его слушать. Потому что, ну, еще неизвестно, у кого обороты больше. А скажи, а в середине, если убрать вообще НЛ, а вообще взять среду других тренеров, других проектов, есть ли троллинг, нападки, хейтинг какой-то? Вот это ловишь, вот эти лучи добра или нет? Среди других тренеров? Да, да, да. Конкурент, ну как вы? Нет, смотри. Белый, пушистый или тоже агрессивный? Я исхожу из позиции, что конкуренции вообще нет. Ну, то есть я не воспринимаю этих людей как конкурентов, я их воспринимаю как коллег. И самое интересное, что люди, которые мне нравятся в индустрии фитнеса, я беру человека и приглашаю на свой семинар, на огромную аудиторию, на свою. И я его делаю известным. А так как у меня проекты выходят очень редко, там раз в два года, раз в год. Потом эти люди идут к ним обучаться и платят им деньги. Я совершенно не воспринимаю их как конкурентов, и меня жаба не душит, что они же могли мне платить, а они ушли к нему. То есть я одного пригласил, второго пригласил, и я сам у них обучаюсь. То есть мне интересно узнать что-то новое, посмотреть под каким-то другим углом. Бывает, что у нас вообще не совпадают точки зрения по какому-то вопросу, и мы начинаем дискутировать. И с этой точки зрения нет конкуренции. Ну, естественно, есть люди, которые, вот я когда FM запускал на Ютубе, я там попросил одного человека, говорю, вот вы продаете рекламу. Продайте мне рекламу, я хочу вот свой канал рекламировать. Он мне, ты конкурент. В Инстаграме сейчас вот я покупаю рекламу, мне не продают. Это понятно, что если там у человека некачественный контент, направлен там не на обучение, а на монетизацию, и она познакомит их со мной, и они будут получать у меня много бесплатного. То, что она продает. Ну, они ко мне перетекут. Поэтому, естественно, я для них прямой конкурент. Ну, да, это, да, это, да, это, то есть, а ты именно в фитнес-среде ищешь блогеров? Ну, людей, у которых может быть твоя аудитория, или это лайв-мамотские блогеры? Самое интересное, что профессионалы, они могут и не заниматься фитнесом. То есть, это может быть какой-то заслуженный тренер, или психолог, там, подготовки спортсменов, или какой-нибудь эндокринолог. То есть, не обязательно он в фитнес-среде, но он просто разбирается в этой теме и там всю жизнь посвятил этому. И ты вот у таких людей покупаешь рекламу, хочешь купить рекламу? Нет, таких я приглашаю. А рекламу обычно, ну, это бизнесовый подход. У кого аудитория больше, вовлеченность больше, активность больше, вот тех и покупаешь. Ну, то есть, ты можешь взять тревел-блогера? Нет, не только вот похудашки, фитнес и все. Прикольно. Слушай, ну, это интересный подход, реально, для похудашки ты прямой конкурент. Ты же похудашка тоже? Но, причем, самое интересное, смотри, если ты создаешь высококачественный продукт, и он распространяется, это заставляет всю отрасль расти. Да. То есть, раньше модно было продавать программы тренировок за тысячу, полторы, там, знаешь, составлю тебе программу тренировок индивидуально, ага, всем одно и то же распечатывается, просто имя меняешь. И сейчас это вымирает, ну, сейчас это, ну, не монетизируется так хорошо, как раньше. Почему? Потому что количество бесплатного материала по качеству превышает, чем вот эти составленные программы тренировок. А если человек на самом деле будет составлять индивидуально, он потратит на это большое количество времени, это не будет окупаться. И по деньгам, да, они все размерны. Слушай, а что ты, вот как ты думаешь, вот вообще в этой индустрии, я поняла, что ты не свитер из индустрии, да, я это помню, но все-таки. Ты же знаешь, как устроен этот мир, ты же наблюдаешь за ним со стороны, общаешься с тренерами, наблюдаешь за ними. В этом мире есть определенная проблема, что доход таких людей, он ограничен человеком часами очень часто. А что, вот что в отрасли, как в отрасли расти, вот ты бы что делал? Что бы ты рекомендовал людям, которые в этой отрасли хотят развиваться, расти, строить бренд? А все очень просто, в любой отрасли. Мы все ограничены человеком часами, да, ну, у всех 24 на 7 и все. Два выхода, первый увеличить свой чек. Я, когда только пришел, допустим, чтобы со мной лично поработать, полмиллиона сразу. Ну, вот такой чек. Но меньше мне неинтересно. У меня есть бизнес, который мне дает больше денег. Зачем я буду тратить? Вот я как элементарно объясняю, вот я ненавижу клеить обои. Если я клею обои, я всех убиваю там в радиусе километр, начиная с ближних родственников, соседей. Я клею там 3 дня и все криво, косо. Там за час я, допустим, зарабатываю 1000 долларов. Я там потратил 30 часов, считаешь, минус 30 тысяч долларов. Я могу за 500 долларов нанять профессиональную бригаду, которая мне там за пару часов наклеит красиво. Зачем люди сами клеят обои? И вот тоже вот есть определенный бизнес, который приносит определенное количество денег. Зачем мне там продавать программы за 1000-1500, когда в этом бизнесе я, допустим, зарабатываю больше и, используя деньги как рычаг, могу там приносить большую пользу в открытый мир? Совершенно неинтересно. Поэтому, если ты хочешь доступ к телу, вот сразу полмиллиона и все. И человек, допустим, когда выкладывают большую сумму, он вкладывается. То, что ты ему говоришь, он делает. Он получает результаты. И, ну, он понимает эту ценность. И в итоге он, ну, окупает это. А когда бесплатно, бесплатно это не работает. Сколько убеждался? Даже вот я сам сколько убеждался, скачиваешь бесплатный тренинг с торрента, бесплатную книгу, все забито, ничего не смотришь. Стоит только заплатить, особенно подороже. Ходишь, записываешь, конспектируешь. Это всегда так. У всех есть диск, на котором есть тренинги, которые я когда-то посмотрю. Да, да, да. Или, знаешь, закладки. Или книжки, да, да. Закладки на ютубе раз там. Да, да, да. А еще самое интересное. Ты не можешь просто так увеличить чек. То есть я Вася Пупкин, дайте мне полмиллиона. Нет. Ну, тебе внутреннее твое эго, оно не настолько раздуто, чтобы ты брал такие деньги. Тебе приходится увеличить свою ценность, свои знания, результаты, которые даешь до той суммы, ну, которую ты готов брать. Ты не можешь там с потолка с улицы прийти. Ты инструктором работал, а тут хочешь большие деньги. Тебе никто их не даст. Увеличить чек, соответственно, надо увеличить свою ценность. Свои знания и результаты. Либо увеличить масштабность. То есть не одному человеку, вот, говорить, а тысячи. Тогда чек может быть маленький, но одновременно тысячи. Все. Два подхода в любом бизнесе. Либо задорого, либо проходимость. То есть в любом случае, но даже если проходимость, это тоже повышение мастерства, чтобы многие люди покупали. Это же там реклама, это изучение основ бизнеса каких-то. Или найм кого-то, или найм продюсера, получается. Ну, у меня нет отдела продаж, у меня нет продюсера, у меня нет никакой аналитики, статистики. У меня нет там дизайнеров, нет верстальщиков. У меня ничего нет. Ну, и это не обязательно. Ну, ты такой один? Ну, вряд ли. Давай еще примеры кто? Лобковский. Я не знаю такого. Психолог. Ну, сейчас он, конечно, работает с продюсерами, но у него, вот он выступал на радио, у него создалось вот это вот натяжение мастерства, и когда он встретил продюсера, он вылетел сразу. Самое главное, ну, это продукт. То есть, если продукт хороший, люди будут о нем рассказывать, и тебе не надо человека убеждать его купить. Вот зачем отдел продаж? Вот запиши, зайди на любую страничку любого бизнес-тренера, введи свой телефон, они же заебут потом. Вот звонят, звонят. Я уже это вот. И там, знаешь, как будто тебя выбрали, чтобы на тебе испытать новый скрипт. Звонит какой-нибудь 18-летний ребенок, и начинает вот тебе просто... Ты говоришь, короче, сколько стоит, куда нести? А она не говорит. У нее есть скрипт, пока она все не проговорит. Есть такая модель попробовать отдел продаж. Ты сама становишься отделом продаж. То есть ты увеличишь свой ценник многократно, тем самым сокращаешь количество желающих с тобой работать, то есть заявки оставляют меньше народу. Но ты сама звонишь, и человек, когда слышит тебя, ну то есть не какую-то девочку, а конкретно тебя, живую, настоящую, что ты заинтересована, это увеличивает шанс проплаты. А это не понижает статус в этот момент меня, что если я такая крутая, то и у меня такой чек там... Смотря как ты себя изначально позиционируешь, видишь, многие, допустим, говорят, если я буду отвечать в социальных сетях, не унижает ли это мой статус, то есть люди видят, что я не такой уж занятый, могу поболтать там, я думаю, нет. Ну то есть если хочется ответить, ответь, хочется забанить, забань, ну то есть будь самим собой, не надо притворяться. А ты почему не отвечаешь? Я занят. У меня там толпа неотвеченных комментариев. А видишь, смысл в чем? Многие люди думают, куда я пропадаю? На самом деле, ну я никуда не пропадаю, то есть я работаю в закрытой, вот в своей мастер-группе, каждую неделю создаю материалы, видеоуроки и так далее. То есть я работаю, но я не транслирую это на другую аудиторию, на внешний мир. То есть есть люди, которые мне доверились, и вот им повезло. Они получили доступ к телу, пока я еще жив, я с ними поработаю. А остальные пускай думают. Ну, думать можно вечно. Поэтому я и пишу, когда мне хочется. И уроки делаю, когда мне хочется. Хорошо. А вот еще вопрос по поводу того, что ты пишешь. Не, не что ты пишешь, а как ты пишешь. Вот язык. Я читала отзывы на тебя, что ты такой, ну, это не секрет, крепкий на словцо, что ты развенчиваешь эти мифы, иногда жестко. Называешь вещи не только своими именами, но еще и жестче. Это вот как у тебя, то есть почему ты, как это у тебя раскрылось, распочковалось, что ты можешь так в публичное, это же публичное пространство как бы, да? Вот в каком момент тебе стало, пофиг или это не пофиг, наоборот, ты специально это делаешь, чтобы дошло. Не, 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 не специально. Смотри. Есть такой момент. Мы, когда выходим во внешний мир, мы очень зависим от социума. Вот выступление на большую аудиторию, это страх номер два после страха смерти. Потому что раньше, эволюционно, если социум тебя не одобряет, тебя выгоняют из стада, ты умираешь. Один ты не можешь убить мамонта. И вот это страх в наш врожденный, и мы хотим быть хорошими для всех. Но проблема, если ты становишься хорошим для всех, ты становишься, ну, не для кого. Но, и еще одна фишка, когда ты начинаешь притворяться, вот, ну, не таким, каким ты и есть на самом деле, тебе постоянно приходится играть эту роль. И на большом промежутке времени ты начинаешь путаться. Ты начинаешь забывать, что ты говорил. Потому что если ты раз обманул, два обманул, три, потом начинаешь путаться в своих выражениях, в своих взглядах. И, ну, то есть, тебя начинают ловить, это отметает аудиторию. А если ты изначально такой, какой ты есть, ну, используешь ненормативную лексику, используй. На заживаешь, там, полных людей жирными, ну, называй. Ты будешь притягивать к себе людей, которые с тобой синхронизируют. Вот у меня же первый видеоролик как называется? Здравствуй, мой толстой жопой друг. Те, кто обиделся, сразу ушли. Те, кто такой, откуда ты знаешь, продолжили смотреть. То есть, когда ты такой, какой ты есть, тебе не приходится обманывать, не приходится врать, не приходится играть. И ты притягиваешь точно таких же людей, как ты. Почему вот много положительных комментариев, ну, то есть, положительных больше, чем отрицательных. Да, потому что моя аудитория – это я и есть. Я и есть моя аудитория, потому что они такие же точно, и я точно такой же. Ну, ты же не будешь себя сам критиковать. То есть, они в жизни такие же, как и я, потому что я привлек свою аудиторию. вот не свою я конечно ну то есть есть люди которые меня не переваривают и естественно они никогда не будут моими клиентами никогда не будет использовать мои то материалы какими бы полезными они не были но те с кем я синхронизировался они вот будут составлять костяк вот мои фан базы наверно на железной дороге я эту фишку как-то прочувствовал там смысл какой у меня были определенные принципы например никогда не брать взятки а принципы это то что ты делаешь всегда не задумываясь и когда ко мне пришли и уронили вот такой пресс вот и там просвечивает я понимаю что мне 10 лет работать а попросили ну без телушку там вагоны подвинуть я понимаю для меня это час делов одна кнопка и вот такой пресс на меня принцип как бы не брать взятки и вот когда ты сталкиваешься в реальности очень сложно соблюдать эти принципы но вот как-то в тот момент я извините до свидания а другой человек взял и потом что с ним было за эти деньги его там ну то есть он сто раз пожалел и это еще подтвердило меня усилило что есть какие-то принципы которые надо всегда соблюдать и на железной дороге тоже там невозможно притворяться если ты будешь притворяться то ну коллектив тебя не будет слушать потому что система мотивации на вооржд либо через кнут либо через кнут там пряника нет и еще есть один момент это личный авторитет вот а личный авторитет только если ты не притворяешься то есть если ты настоящий если ты такой же работяга как они то есть яму на любое рабочее место прийти работник отпустить сесть работать абсолютно любое просто фишка в том что тот принцип который ты сказал вот контакт с ядром своей аудитории и все остальные по барабану это один из принципов личного брендинга то есть даже подкаст про личный бренд да да и ты сейчас рассказываешь очень базовый принцип про то что не надо стремиться понравиться всем и под это прогнулся создать какой-то образ между некоторые люди воспринимают создать личный бренд значит это будет образ и чему-то соответствовать и ходить на цепочках а ты сейчас своим примером показываешь базу ну вот такой правильный подход к личному брендингу когда ты становишься настоящим и через это даешь пользу и и сразу что проявляешься настоящим и таким образом ищешь своих в этом мире или им делаешь максимально хорошо посмотри про личный бренд тебе добавлю ложку дегтя мое личное субъективное мнение люди которые хотят создать личный бренд никогда его не создадут потому что личный бренд можно создать но два основных пути либо через продукт вот стив джобс он же но не создавал свой личный бренд он создал продукт который сделал из него стива джобса цукерберг создал фейсбук который сделал из него цукерберга то есть через продукт создается бренд либо через масс-медиа когда вливается много денег какой я крутой смотрите смотрите так раскручиваются медиа звезды и сейчас вот многие многие там бизнес спикеры бизнес предприниматели любое большое количество денег в картинку в какой-то идеальный образ создавая личный бренд и потом монетизируя окупая но человек который вот у него нет денег он самом начале пути и начинает задумываться над личным брендом у него в принципе не получится потому что он думает не туда это как человек который хочет похудеть его спрашиваешь зачем ты хочешь похудеть он там чтоб повысить свою самооценку так у нас есть толстые люди с высокой самооценкой есть у нас есть элитные фитнес-модели с убитой самооценкой значит вес здесь ни при чем значит ты думаешь не туда зачем тебе надо похудеть и вот копаешь 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 потому что если у тебя проблемы с самооценкой это к психологу это не к фитнес-тренеру не диетологу то есть человек человек думает не туда то есть ему надо одну решить проблему ему кажется что он решит вот этим методом не решит он похудеет таким же останется значит нюанс вопрос что мы вкладываем в понятие личный бренд тоже есть такая путаница маркетинговая моей интерпретации личный бренд это маркетинговый инструмент который повышает кпд взаимодействие с миром окружающим то есть смотри ты согласишься с тем что вот и писал статьи это была одна история но когда ты показал себя и вышел и показал на себе как работает и просто показал результат сделал фитнес-модель за четыре месяца в этот момент и делая крутой продукт давая пользу ты и создавал свой личный бренд это параллельный процесс а если не вижу такую тенденцию есть масса очень людей с крутыми идеями которые просто находятся в таком знаешь согласишься с тем что вот если бы с хорошим продуктом но абсолютно отсутствующим таким стержнем там воли сочетание воли готовности куда-то двигаться преодолевать что-то которые не могут его продвинуть продавы сказать вообще что я создал это и мир недополучают пользу потому что они как бы боятся проявить себя синдром самозванца заниженная самооценка это не значит что они плохой продукт это значит что они где-то не поднабрали вот этой философии про которую мы с тобой говорим а личный бренд это инструмент для того чтобы а через создание вот этой формулы бренда выйти на этот уровень не бояться заявить о себе о своем продукте при условии что даешь результаты понимаешь да тут проблема у этих людей знаешь в чем вот он может быть мега специалист но он не выкладывает свои знания во внешний мир потому что ему постоянно кажется что не хватает знаний я еще поучусь еще один тренинг еще чуть-чуть вот поразбираюсь а это так не работает обучаться можно вечно и как я обычно говорю обучитесь полете вот вам программа тренировок а давайте посмотрим видео как делать не 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 берешь программу тренировок идешь и там смотришь то есть разберешься в полете то есть понимание через делание вот и сейчас ничего не понимаешь иди делай вот так понимаешь так делай то есть уже есть что-то продукт какой-то вот это уже иди по этому пути, тебе будут открываться двери. Мне еще нравится метафора про волшебника из имрудного города. То есть, если бы Лев, Татошка, Лев, Штрашил и Дровосек не отправились в путь, они бы не обнаружили, что в них есть вот эти черты, дары, которые они хотели найти. Потому что Лев в базе был храбрым, просто он не попадал в ситуацию, когда ему можно было проявить эту храбрость. Вот и все. Да, 100% идти по пути, и тогда этот путь даст тебе силу. Хочешь сказать, дай 5? Я не умею там путь. Ту-ту-ту, давай, не умею. Дети так делают. Слушай, круто. Огромная тебе благодарность за эту встречу, за интервью. Я еще хотела тебя в конце попросить вот все-таки, давай так, последний лайфхак, философский, может быть, жизненный такой, да, для тех, кто хочет выйти на новый уровень. Вот если человек сегодня живет и понимает, что он находится в какой-то, ну там, не знаю, среда или обстоятельства или еще что-то, хотя мы с тобой знаем, что это он все выбрал, ну окей. Предположим, вот он находится на этапе, я хочу большего, я хочу реализоваться, я хочу стать брендом, я хочу создать там продукт, ценность и так далее. Давай там 2-3 лайфхака. Что там? Что? Ну вот смотри, все хотят быть богатыми, здоровыми, счастливыми. У них рождается мысль, неплохо было бы, допустим, развить свой личный бренд, заработать денег, и потом возникает эмоция. Человек становится хорошо, он уже в голове продумал, как он это сделал. Между мыслью и эмоцией проходят доли секунды. Да. Между эмоциями и результатом, когда он получит огромное количество времени. Да. Он успевает передумать, успевает остыть, и здесь вступает в игру такой триггер, важно-неважно, что для человека на самом деле важно, потому что человек говорит одно, делает другое. Человек может, ну знаешь, много людей говорят, я не люблю на работу, но идут на работу. Да. Либо они знают, что делать не надо, но это делают. Не надо наедаться на ночь, но все равно наедаются на ночь. То есть полностью они знают, что надо делать, но переворачивают. А смысл важный, неважный в том, что, допустим, 150-килограммовая девочка говорит, что мне важно похудеть, но годами худеет и не худеет. Что на самом деле для нее важно? Она, допустим, сидит на форумах и общается, где ее поддерживают, где радуются каждому ее успеху, она получает социальное одобрение. Так вот, это для нее важно, а лишний вес помогает это ей получить. То есть ей не важно худеть, ей важно социальное, допустим, одобрение, повышение... Да, вот из серии она набрала немножко, но у тебя все равно все получилось. Да, ее успокоили. Успокоили, а потом нас кинула молочинка минус 2 грамма. И мы постоянно играем в эту игру, важно-неважно. И что тебе важно на самом деле, можно определить по твоим результатам. То есть если у тебя денег нет, тебе совершенно не важны деньги. То есть, ну, если бы они тебе были бы важны, ты бы уже их заработал. Вот человек там 30 лет ходит на работу, да, и хочет быть финансово независимым. Он ходит год, ходит два, ходит три, денег нету-нету. Но неужели не возникает мысль, что ходить на работу не поможет? Ну, ты сколько это уже делаешь? Надо делать что-то другое, либо надо делать что-то по-другому. Но человек продолжает ходить, значит, деньги ему не важно. Что ему важно? Стабильность. Предсказуемость. Предсказуемость. Каждый день одно и то же. Самоутвердиться за счет тупых коллег. Босс мудак, он меня не понимает, но я вот чувствую свое превосходство над ним. Мне важно там вот. Или жертва. Я жертва обстоятель. Меня так... Чтоб пожалели. Прийти рассказать жене, сегодня на работе такая жопа, опять меня не понимают, вот мне дали, я кредит взял на мешок гречки. То есть, человек постоянно вот играет в эту игру важной и неважной, и вот вы можете определить то, что для вас важно, просто по результату. Подошел к зеркалу, посмотрел то, как ты выглядишь, для тебя важно вот выглядеть именно так. То, что ты сейчас имеешь, для тебя важно иметь именно это. Просто надо найти, для чего тебе это важно. И когда вот человек определяется с тем, что для него важно, он почему-то думает, что его результат зависит от внешних обстоятельств, от ресурсов. Есть такая формула, я ее уже озвучивал там на своих ресурсах. Иметь, делать, быть. То есть, допустим, вот я заходил в Крокус, там новый, на ТНТ новый проект с Тимати, да, там, где люди выступают, поют. Недавно была новая фабрика звезд. Для чего люди идут туда? Там их выкидывали, выгоняли, били дубинками, они там унижались перед продюсерами. Для чего они это делают? Они думают, что если они будут иметь ресурсы, вот этих людей, лучших преподавателей, там, лучшую медиа-студию, то они начнут делать то, что им хочется делать, петь, выкладывать свое творчество в сеть. И тогда они начнут быть теми, кем они хотят быть, ну, там, певцами, артистами. То есть, человек поставит себя в ситуацию, когда он зависит от ресурсов чужих иметь. И поэтому им манипулируют постоянно. Он зависит от чужих ресурсов и его самого используют как ресурс. Ведь вся эта масса людей это ресурс для этого шоу, на котором зарабатывают организаторы этого шоу, а никак не эти люди. Так вот, эту формулу надо перевернуть. То есть, не иметь, делать, быть, а быть, делать, иметь. То есть, ты должен быть тем, кем ты являешься на самом деле. Вот, допустим, взять меня. Я Брин, да? Я не появился ниоткуда, я сам себя создал. То есть, Брин это кто? Каждый день учится, каждый день ходит на тренировки, каждый день создает какую-то пользу, ценность в мир, каждый день обучается тому, чего он не знает. Каждый, без пропусков, постоянно, ну, для меня это важно. Дождь, не дождь, там, семейные проблемы, несемейные проблемы, пробки, не пробки. Нет, без пропусков каждый день. Вот, и поэтому я имею то, что я имею. Я имею аудиторию на Ютубе, имею аудиторию в Инстаграме, имею определенное количество денежных средств, потому что я вот такой, и, и я, вот смотри, еще раз, я вот такой, мне приходится делать каждый день, чтобы соответствовать этому, и я имею то, что я имею. то есть, ты сам выбираешь, кем тебе быть каждый день. То есть, если ты хочешь быть певцом, тебе не нужны ресурсы, ты уже певец, ты умеешь петь, ты уже певец, молодец. Запиши свою первую песню, выложи ее на Ютуб, и пускай аудитория твоя тебя найдет. Но, чтобы быть певцом, тебе надо делать. Тебе надо развивать свой голос, изучать сальфеджио, мусс-литературу, там, коллаборации с другими певцами, писать музыку, ну, то есть, сделать то, что делают обычные певцы. И потом ты будешь иметь то, что имеют эти певцы, но никак наоборот. То есть, это вот такая формула, она как бы банальная, надо быть тем, кем ты хочешь быть уже сейчас. Тогда тебе придется делать. А если ты будешь делать, тогда ты будешь иметь. Но никак не наоборот. Никогда не будет лучшего случая, никогда не придет спонсор, не даст тебе денег. Вот просто так, мальчик, развивай свой бизнес, никогда там лучшего похудательного момента не наступит. Если хотите посмотреть не на словах, а на деле, как работают все эти принципы, под видеороликом будет ссылочка. Это стандартный лендинг с моей бесплатной книгой, которую вы скачаете, подпишетесь. И вот все эти принципы, которые я сейчас рассказывал, вы посмотрите изнутри, как они работают. И, возможно, получите свои собственные результаты. Книга называется «Меняю жир на силу воли». И это как раз таки про то, чтобы на марафонской, на длинной дистанции поменять принципы, которые поменяют жизнь. Да? Ну, она как бы похудашка, но ни разу не про фитнес. Похудашка и не про фитнес. И не про похудение. В общем, друзья, скачивайте книгу под этим роликом, делитесь своими впечатлениями, инсайтами, мыслями под этим роликом в комментариях. Лайки, репосты, шеры, мнения приветствуются. И до встречи через неделю. И до встречи через неделю в авторском подкасте «Будь брендом» Мария Заренок и… Ярослав Брин. Ярослав Брин. Забыл. Да-да-да. Все круто, ура. Опять. Давай.